Всем доброго и замечательного времени суток, меня зовут Алина, рада приветствовать вас у себя на канале. Я видео вещаю из Израиля, и как раз об этом сегодня хочу поговорить. Думаю, это видео будет особо полезно новым репатриантам и тем, кто в ближайшее время планирует репатриироваться в Израиль. И мы поговорим о банковской системе Израиля, потому что она, наверное, немножко отличается от той системы, которая есть в СНГ. По крайней мере, я видела, что ребята, которые живут в Канаде или в Америке, очень много уделяют внимания тому, чтобы рассказать про кредитные карты или джековые книжки. Наверное, я раньше об этом не говорила, потому что для меня это казалось само собой разумеющимся, и я не понимала, что это может быть полезной темой. Итак, в Израиле есть некоторое количество банков. Какой из них выбирать, большой разницы нет. Нужно выбрать банк, который находится близко от вашего дома и который не очень большой перегруженный филиал. Это, наверное, то, какие критерии стоит выбрать. Вы в любой момент можете закрыть счет в одном банке, перевести свои деньги в другой банк и работать с этим банком. С другой стороны, сейчас все можно делать практически в интернете, поэтому часто переводить банк с места на место нужно, пожалуй, тем, кто пока еще не разобрался с эвритом и кто не знает английский. А так, в принципе, даже если вы переехали в другой город, то можно оставить тот же самый банк и просто все свои банковские дела, заказ чеков, перевод денег, открытие денег, закрытие денег на какие-то программы можно делать через интернет и особо-таки в банк и не приходить. Но давайте пока поговорим о том варианте, когда мы в банк все-таки приходим. Поэтому важно выбрать банк, который будет находиться удобно, так, чтобы вы могли до него всегда добраться из дома. Он может быть находиться возле дома или около работы, кстати, если вы думаете, что ваша работа достаточно постоянная, что стоит возле нее открывать счет банковский. И чтобы этот банк не был очень загружен, например, банк в самом-самом центре города обычно это банк очень загруженный, а банк где-нибудь в жилом районе или в промзоне может быть намного более свободным и время ожидания может быть намного короче. Поэтому, да, пожалуй, в самом-самом центре событий, в центре города я бы, наверное, избегала для себя открытия в банке. А, да, я забыла сказать, что я не являюсь работником в банке, не рекламирую никакой банк и не являюсь экономистом или представителем какой-либо финансовой службы. Ну, так, на всякий случай. Нужны ли вообще кредитные карты и какая между ними разница? Ну, кредитные карты нужны, потому что все меньше и меньше компаний готовы все оформлять через банковский счет. Называется, по-моему, Орат Кева на Еврите, когда просто вы подписываете документ и у вас ежемесячно идут съемы с банковского счета, например, там за телефон, за кабельное телевидение, кто им еще пользуется. Кстати, я никогда не понимаю, почему люди продолжают им пользоваться. И оплата всяких счетов и так далее. Поэтому, да, удобнее всего иметь кредитную карту и прикрепить платежки за телефон, за телевидение, кого оно есть, и за другие счета в кредитной карте. Кроме того, для того, чтобы не стоять очереди на почте, каждый месяц оплачивать счета за, не знаю, свет, воду, газ и налог на землю Арнона, который есть в Израиле, для того, чтобы не стоять каждый месяц или каждые два месяца в очереди, а просто все можно было бы оплатить. Даже если вы не привязываете свою кредитную карту к этим платежкам, чтобы вы получили счет и могли тут же в интернете это все оплатить, не выходя из дома в любое время дня и ночи, удобно иметь кредитную карту. Кредитные карты имеют лимит. Съем кредитной карты происходит раз в месяц. 1, 10 или 15 числа каждого месяца вы выбираете просто какое это будет число и вы делаете все платежи через кредитную карту. Я очень советую следить за балансом кредитной карты, чтобы съем не оказался для вас вдруг каким-то большим сюрпризом. Я также, например, подписана на такую услугу, что мне приходит сообщение на телефон, по-моему, за 10 дней до съема, сколько с меня снимут денег и в день съема, сколько с меня сняли денег. Но кроме этого стоит следить за кредитной картой, особенно если у вас раньше ее не было, вы можете в первый месяц-два не уследить и вам будет казаться, что вы потратили не так уж много денег, а на самом деле вы потратите больше денег, чем вы бы потратили, например, наличными с непривычки. Со временем, конечно, ко всему привыкаешь и начинаешь взвешивать деньги на кредитной карте так же, как и наличные деньги. Но вначале может казаться, может быть, такое вот иллюзорное чувство, что теряется счет деньгам, которые были заплачены через кредитку и их как бы не так жалко. И то, что я говорила, что у кредитной карты есть лимит, что это значит? Что вначале, когда мы только открываем счет или когда у нас на счету немного денег, у нас будет разрешенный кредит ежемесячный небольшой. Ну, например, 1000 шейкелей, что-то примерно 250-300 долларов. Сейчас доллар низкий, 300 долларов, но неважно, идею вы поняли. И со временем, в зависимости от того, какая заходит зарплата, какие сберегательные программы у вас открыты, сколько денег в сбережениях, размер этого разрешенного ежемесячного кредита будет потихоньку расти. Кроме того, если вам необходимо сделать какую-то большую покупку, то вы можете пойти в банк и попросить, чтобы вам увеличили этот кредит. Например, вы хотите купить компьютер, который стоит 2500 шейкелей, а у вас всего 1000 шейкелей кредит разрешенный. И вы хотите заплатить через кредитную карту, потому что, например, вы хотите разбить на 5 платежей по 500 шейкелей. Тогда вы можете прийти в банк и попросить увеличить вам размер кредита на кредитной карте. И банк уже в зависимости от того, в каком состоянии находится ваш счет, решит разрешить или не разрешать увеличение кредита на вашей кредитной карте. Но обратите внимание, когда вы делаете покупку на платежи, то она занимает все место вашего кредитного кредита. То есть, если у меня есть кредитная карта, лимит, которая 2500 шейкелей, и я купила компьютер за 2500 шейкелей, это значит, что в этом месяце я уже ничего на эту кредитную карту купить не могу. Мне нужно будет подождать, пока снимется первые 500 шейкелей. Да, мы говорили про 5 платежей. Снимутся первые 500 шейкелей в этом месяце, и тогда на следующий месяц у меня освободится 500 шейкелей. Потому что 2000 все еще будут занимать так называемую на иврите мисс Герет. И тогда каждый месяц будут освобождаться по 500 шейкелей, потому что каждый месяц будет происходить платеж по вот этой покупке, которую я разбила на платежи. Да, кстати, одна из важных причин, почему люди заводят кредитные карты, для того, чтобы разбить какую-то большую покупку на безлимитные платежи. И когда вы делаете покупку и хотите разбить что-то на платежи, вы в магазине спрашиваете, сколько можно разбить без какого-то штрафа и без ребита. Ребит это как бы процент, который взимает кредитная компания или магазин за то, что разбито на слишком много платежей. В любом случае я не советую увлекаться тем, чтобы разбивать те или иные покупки на много платежей. Потому что эти деньги все равно вы становитесь как бы должниками, вы должны будете их вернуть и у вас будет накапливаться долг. И нам может казаться, что если я возьму на платежи, то как бы я этого не почувствую. На самом деле это те же ваши деньги. Поэтому будьте здесь очень осторожны, многие новые репатрианты не справляются с вот этими вот большим количеством деления на платежи. И они таким образом уходят в долги по кредитным картам и это нехорошо. Следующий подводный камень, связанный с кредитными картами, это то, что есть такие очень хорошие варианты введения кредитной карты. Называется, наверное, на русском карта с фиксированным платежом или так называемый, наверное, на иврите Ташрум Кавуа. Это когда у вас, неважно, сколько вы потратили на карту, каждый месяц снимается определенная сумма. То есть, если вы потратили меньше, с вас не снимут больше. Но если вы, допустим, потратили больше этой суммы, то остаток будет оставаться у вас как бы долгом на следующий месяц. И у вас будет накапливаться долг в кредитной компании. И долги именно по кредитным картам, они облагаются очень высокими битами и вы дико переплачиваете. Я дам пример. Например, я даю распоряжение своей кредитной карте брать с меня ежемесячно по 1000 шекелей. А я в месяц, например, трачу 2, 3, 5, 10 тысяч шекелей. Но с меня снимают только 1000 шекелей. И если что, такая реклама, типа, держи все под контролем, имей постоянные съемы. И людям, особенно молодежи, и новым репатриантам, которые не привыкли к кредитным картам, кажется, что они наоборот больше как бы контролируют ситуацию. Но по факту, на самом деле, это, да простят меня все банки и кредитные компании. Я говорю исключительно мое мнение, что это очень нехорошее дело, потому что когда я потратила 10 тысяч, с меня сняли 1000 и 9 тысяч перевели на следующий месяц. Получается, что у меня растет долг в кредитной компании. Поэтому очень важно обозначить, чтобы на вашей кредитной карте снималась ежемесячно та сумма, которая была потрачена. И никакого постоянного платежа, а остальное на потом, потому что откуда потом возьмутся деньги. Поэтому ни в коем случае не берите, не делайте в кредитных картах постоянный платеж, что ежемесячно снимается только какая-то фиксированная сумма. А остальные ваши траты накапливаются долгом. Это, пожалуй, то, что я хотела сказать по кредитной карте. Не люблю я это дело, но оно тоже нужно в жизни в Израиле, наверное, во всех странах Европы, Америки, Канады, Австралии. Это чеки. Да, многие репатрианты, да, большинство репатриантов до того, как они приехали в Израиль, видели чеки только в американских фильмах. И не думали, что этим вот бумажным блокнотиком нужно будет когда-либо вообще реально заниматься. А вот нужно. Каждый владелец счета может запросить чеки. И, окей, вы думаете, я могу, но я не буду. Зачем они мне нужны? А они вам, к сожалению, нужны. И я очень большой не сторонник чеков, потому что с чеками, поскольку это старый способ оплаты, бывают всякие проблемы, махинации, ошибки. И куча всего. Но нафига они нам нужны все-таки, эти чеки? Чеки нам нужны для того, чтобы платить за квартиру, когда мы ее снимаем. Оплата за съем жилья идет чеками. Оплата за съем жилья идет чеками. И их нужно выписывать правильно. И что я хочу сказать. Прежде всего, всегда выписывайте чек именно на имя того человека, которому вы его хотите отдать. Ни в коем случае не оставляйте имя, кому надо платить, пустым. Потому что ваш чек может потом пойти гулять неизвестно куда. Вы увидите, что он не снялся, вы не будете знать, когда он снимется. Очень важно, чтобы чек Израиль и Америка. Тут нету какого-нибудь там большого счетчика, балла вашего престижа, ведения счета. Но чеки это единственное то, что может очень сильно ухудшить состояние вашего счета. Что может привести к отмене кредиток. Что может привести к тому, что вы не сможете снять деньги на счету. Если у вас куча чеков вернется, у вас будет куча проблем с этим. Естественно, вам ссуду никакую не дадут, если у вас есть вернувшиеся чеки. Вам, ну короче, куча проблем будет, если у вас будут вернувшиеся чеки. И бывает такое, что, допустим, я должна заплачить за квартиру, допустим, 3-4 или 5 тысяч шекелей в месяц. Я даю чек хозяину. Я не вписал туда имя хозяина. А хозяин этот чек отдал кому-то за ремонт своего дома. А тот отдал это третьему человеку, пятому и десятому. И пока этот чек крутится с рук в руки, деньги никто не снимает. А у меня на счету как бы лежат заранее отложенные 5 тысяч шекелей или 3 тысячи шекелей, сколько там я плачу за квартиру. И я жду, что эти деньги снимут. Я их специально отложила. Я жду, что сейчас чек обналичится, а эти деньги уйдут. А чек не обналичивается. И как-то там, введя счет туда-сюда, вдруг у меня остается, вдруг часть этих денег начинает тратиться. Такое бывает. И вдруг этот чек в самый неподходящий момент кто-то обналичивает. Причем вы понятия не имеете, кто этот человек. У чека срок годности 180 дней. Кстати, я об этом не знала. Мне вот недавно рассказали. Конечно же, на чеке нужно вписывать не только имя человека, но и дату, когда мы хотим, чтобы его, с какой даты начиная, его сняли. Иначе могут вписать любую дату, включая сегодняшнюю, а у вас еще нет денег, чтобы сегодня это сняли. Или дату через 5 лет, и вы будете просто в шоке узнать, что вы дали этот чек. Если вы даже уже закрыли счет, может быть большая проблема. Потому что вы рассчитались с чеком, получается, с несуществующего счета. И доказать, что я дала его 5 лет назад, просто забыла вписать дату, это большая проблема. Поэтому, да, вписываем дату, вписываем имя. И вписываем сумму. Сумма вписывается в маленькое окошечко на чеке цифрами. И обязательно эти цифры с двух сторон поставьте такие рисочки, чтобы туда ничего нельзя было дописать. И напротив этой цифры есть большая строка, куда вы вписываете все письменно. То есть 3500 шекелей пишите прямо словами. Кстати, хорошая новость, что чеки можно заполнять в Израиле не только на иврите, но еще на английском и на русском. И может на каких-то еще языках. Но этого я уже не знаю. В любом случае, мой папа мне сказал, что он заполняет чеки на русском языке. И никаких проблем с этим не имеют. Чеки обналичиваются, снимаются. И все прекрасно. В любом случае, хочу подчеркнуть, что я не советую пользоваться чеками ни для каких других целей, кроме съема жилья. Не расплачивается ими в магазинах. В любом случае, всегда выписывать только на имя человека, которому вы хотите его дать. И еще, ну, я скажу, потому что я, к сожалению, знаю несколько людей, у которых была такая плохая привычка, с которыми случились большие неприятности. Для кого-то это может быть очевидно, для кого-то это может быть новостью. Ни в коем случае не подписывайте книжку чеков всю. Я знаю парочку людей, у которых была такая привычка, у них украли чеки и этими чеками воспользовались. И люди вошли в огромные долги. И доказать, что это не они использовали эти чеки было невозможно, потому что стояла их оригинальная подпись. Поэтому, когда вы получаете блокнот с чеками, пинка с чеками, не подписывайте ничего, только когда вы выписываете чек. Когда вы уже заполнили все-все-все поля, включая сумму, имя, кому вы выписываете, дату, когда эти деньги можно снять, только тогда в конце ставите свою подпись. Если какой-то чек вы решили не использовать, то его нужно мелко-мелко порвать, а еще лучше изжечь, чтобы он ни в коем случае не попал никому в какие-то нехорошие руки и никак не был никем использован. Это, пожалуй, то, что я хотела рассказать сегодня про израильские банки, про кредитные карты, про чеки. Я надеюсь, что это видео пригодится. До новых встреч. Ну а пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok